Шабула Тулаф, дорогие друзья! На этой неделе у нас Рош Ходыш месяца Ав. Начинается месяц Ав, приближается пост 9 ав. И давайте немножко поговорим про, наверное, самый-самый известный или один из самых известных рассказов в Талмуде. Талмуд говорит, из-за камцы и бар камцы был разрушен Иерусалимский храм. Теперь я вам сегодня хотел рассказать, как это место в Талмуде комментирует Маршо. Не все комментаторы так говорят. Текст в Талмуде очень-очень сжатый, как всегда. И некоторые комментаторы по-разному его нам раскрывают. Мы сегодня будем говорить комментарий Маршо. Итак, из-за камцы и бар камцы был разрушен Иерусалим. Что это за история? Был отец камца, так его звали, и его сын бар камца. Сын камцы, камца и бар камца. И так получилось, что отец и сын, отец являлся лучшим другом, какого-то человека, в то время, когда его сын являлся самым большим врагом того же человека. Вот такой вот феномен у них случился в семье. И тот человек, который лучший друг папы, и самый злейший враг сына, устроил большой пир, какую-то свадьбу. И он сказал своим помощникам, идите, позовите моего друга, камцу. И к большому, к сожалению, к великой трагедии, вот эти помощники того человека позвали его сына, злейшего врага. Сын приходит на эту свадьбу, на это мероприятие. Он подумал, наверное, этот человек хочет с ним помириться, раз он его зовет. Он приходит, и вот к нему приходит хозяин мероприятия и говорит, что же ты пришел? Я тебя не звал, я звал твоего отца. Ты иди вон. И, вероятно, в то время тоже везде были блогеры, там везде журналисты смотрели, что происходит. И этому сыну камце, бар камце, было так стыдно уходить. И он говорит, слушай, я уже пришел, я тебе заплачу за все, что я ем. Только не выгоняй меня публично. Тот ему отказал. Он ему говорит, ладно, я тебе заплачу половину мероприятия. 20 тысяч долларов, только не выгоняй меня. Так ему было стыдно. Тот ему отказал. Это же злейшие враги. Он говорит, ладно, я тебе заплачу за весь вечер. 40 тысяч долларов, только не выгоняй, не унижай меня публично. Тот ему отказывает и заставляет его уйти, покинуть торжественный зал на глазах у всех. Конечно, Баркамца был очень подавлен, очень унижен. И он идет, вот этот ужасный человек, идет к римским властям, делает ужасное, злейшее, полное вранье римским властям проевреев. И Рим приходит, разрушает наш великий храм. И мы его потеряли. Так Талмуд в двух словах буквально, кто хочет это больше и глубже изучить, конечно, нужно открывать книги, конечно, нужно заниматься с раввинами, это все понимать, пережить. Но я хочу немножко рассказать хотя бы поверхностно, вот буквально пять минут, что же там происходило. И пошел Баркамца и сделал ужасный донос, и евреев поубивали очень много и разрушили наш храм. И Талмуд говорит, что из-за Камцы, из-за папы, который лучший друг того парня, который выгнал со свадьбы, и его сына был разрушен Иерусалим. Теперь, понятно, в чем вина этого сына Баркамцы? Он сделал ужасный донос. Тебя выгоняют, тебя унижают. Причем здесь весь еврейский мир? Зачем ты подставляешь людей? Зачем ты делаешь доносы? Из-за тебя разрушен храм. Но при чем здесь его отец? Его отец даже не знал про это мероприятие. Его даже не звали. Звали это сына. Почему Талмуд утверждает, что из-за отца и из-за сына был разрушен храм? Вот в чем вопрос. Говорят нам наши комментаторы. Потому что все очень-очень просто. Давайте рассмотрим эту семью. Это что за семья такая, что отец, глава семейства, чей-то лучший друг? Друг, прямо вау, близкие друзья. А его сын злейший враг того же человека. Как такое возможно? Говорят мудрецы очень просто. Потому что этот якобы лучший друг, когда приходил домой, он поливал грязью своего лучшего друга. И он говорил, на самом деле, дети, он негодяй. Я не хочу с ним общаться. И этот камца отец был очень двуличным. И он, когда встречался с тем парнем, он ему улыбается. Я твой друг, я тебе помогу. Но когда тот уходит за глаза, он его унижает. И он его ненавидит. В результате чего его сын стал злейшим врагом того парня. Потому что он это впитал с детства. И он был воспитан на ненависти к этому человеку. Поэтому Талмуд говорит, что камца тоже виноват. За его двуличность. Потому что он ненавидит человека в сердце. А снаружи делается его великим другом. За это ты тоже виноват. И твоя участь огромна, не меньше, чем твоего сына с доносом в разрушении храма. Такое поведение, когда любовь снаружи, а ненависть внутри, именно она разрушает храм. Вот прошло уже пять минут. Вот история про камцу и баркамцу по одному из мнений. Баркамца с его доносом, он тоже был великим участником в разрушении храма. Но не меньшим был его отец, который, с одной стороны, любит, а в сердце ненавидит. Это Всевышнему противно. И этот духовный корень, этот ужасный грех, тоже, к сожалению, был причиной разрушения храма. Давайте, дай Бог нам, чтобы мы могли вернуть к нам храм и его построить. Мы должны делать действия, которые противоположны греху. Если грех заключался в том, что я на людях люблю, а в сердце ненавижу, давайте постараемся это исправлять и будем честными сами с собой и с нашими друзьями. Спасибо огромное за внимание. Всем шавуато.